Собственно, шестой технологический уклад, на наш взгляд, это будет в первую очередь развитие транспортной инфраструктуры, мировой транспортной инфраструктуры, которая коснется всего мира, как и коснулся интернет в свое время. То есть, что такое вообще сеть Transnet? Сеть Transnet — это единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная и даже социальная сеть. Сеть не будущего, но ближайшего настоящего. Это будет как настройка над интернет, то есть, если есть интернет, который передает данные, сеть, которая передает данные, то, соответственно, Transnet будет перемещать товары и грузы, и также пассажиров, как сегодня перемещаются данные по сети интернет. И сейчас мы создаем новую транспортную технологию, родоначальником которой является генеральный директор и генеральный конструктор группы компании Skyway Антолий Эдуардович Юницкий. Это абсолютно новая прорывная технология, которая получила в свое время грант ООН по развитию городской инфраструктуры HabitUp. И, собственно, получила множество наград. И независимыми экспертами была признана как самая перспективная технология, на сегодняшний взгляд, транспортной мировой индустрии. То есть, никто не просил делать эти исследования, это были незаказные исследования. Сейчас мы постоянно мониторим рынок, и вот недавно увидели исследование Австралийского университета Уэллс, специалисты которого отметили, что это действительно самая прорывная перспективная технология. Если говорить про международную школу ТРИС, теорию решения изобретательских задач, то президент международной школы ТРИС Михаил Орлов признал также SkyWay, технологию SkyWay, как самую перспективную в мире. Эта технология, если сравнивать Симмонс с Апсан, то есть все вы прекрасно знаете, это способ передвижения, который имеет множество недостатков и который в 800 раз менее эффективный, чем технология SkyWay. То есть, на наш взгляд, наиболее эффективным способом передвижения в будущем будет транспорт второго уровня, который будет находиться как минимум от 5-15 метров над землей на втором уровне, и он будет передвигаться в соприкосновение сталь по стали. То есть, стальное колесо будет передвигаться по стальному рельсу, что дает максимальное КПД в 99%. Соответственно, не будет никаких потерь, не будет урона экологии, не будет препятствий перемещению животных, сельскохозяйственному производству и другой жизнедеятельности человека. Данная технология применима на абсолютно любой территории, в любом виде рельефа. Что касается вашей республики, то у вас горная местность, и на сегодняшний день я больше чем уверен, что есть достаточно много ресурсов, которым на сегодняшний день транспортная инфраструктура, к сожалению, не пришла. И как раз-таки технология SkyWay будет призвана, и это есть миссии для освоения тех территорий и тех месторождений. Если говорить про Россию, то на завтрашней конференции я буду говорить про масштабный евразийский, вообще евразиатский проект продажи сибирского холода. И если говорить про ваше озеро Иссыкуль, то на мой взгляд это действительно туристическая мекка, которая заслуживает внимания всего мира. И когда мы построим адресный проект с Бишкека до озера Иссыкуль, насколько я понял, только с аэропорта Бишкека люди смогут добраться до Иссыкуль, но на сегодняшний день дорога занимает 4 часа на автомобиле и 5 часов на автобусе, что значительно снижает поток иностранцев, туристов, русских, желающих посетить. Это действительно чудо природы. И когда мы построим транспортную инфраструктуру, которая вместо 5 часов сможет довести за достойную плату, которую смогут платить даже люди ниже среднего уровня населения и по заработной платы, смогут посещать озеро Иссыкуль за намного менее короткий промежуток времени, это может достигать 20-30 минут, если будет выбран способ перемещения как высокоскоростной способ перемещения. Если же будет выбран способ перемещения городской пассажирский, то есть это до 100 км в час, то, естественно, чуть больше. На мой взгляд, для Кыргызстана это существенное стратегическое направление, которое позволит избежать того принципа, что на сегодняшний день считается, к сожалению, что 80% ВВП вообще содержится в тех странах, которые находятся не менее 100 км в близости от морского побережья, у которых есть выход к морским портам, и мы считаем, что те территории, те государства, которые имеют как туристические объекты, как и очень серьезные месторождения полезных ископаемых. То есть ваша республика богата очень мировыми месторождениями, залежами урана, железной руды, нефти, газа, драгоценных металлов, и мы действительно в виде новой транспортной инфраструктуры второго уровня сможем прийти к этим месторождениям и не просто скапитализировать эти месторождения, но и наша дорога также будет самоокупаемой. На сегодняшний день ни одна из транспортных сфер не является самоокупаемой. Это касается автомобильной магистрали, это касается железных дорог и других видов транспорта. Они никогда не будут оккупаться и их строят, потому что просто нужно передвигаться и перемещаться. Если говорить про перемещение на авиатранспорте, то я соглашусь, что сегодня это самый быстрый способ перемещения, но те люди, которые обладают морской болезнью, те люди, которые обладают именно боязнью перелетов, они не пользуются этим видом транспорта и вынуждены тратить намного большее время перемещения в поездах, чем на самолете. Если говорить про вчерашний пример непосредственно со мной, я не знаю, если честно, в чем причина, но при посадке, когда самолет уже приземлился, я предполагаю, что это от действия поперечных сил, перпендикулярного воздействия на корпус самолета произошел некий скачок в сторону. То есть если бы скачок в сторону был сильнее самолета, то он бы просто опрокинулся. О какой безопасности здесь может идти речь? А я думаю, все вы прекрасно помните тот факт, что принято, общепринятый принцип аплодировать пилоту, когда он посадил самолет. Но на наш взгляд это абсолютная обязанность обеспечивать в первую очередь безопасность транспортного средства. И как раз таки основополагающей миссии нашего транспортного средства не будущего, а завтрашнего дня, потому что демонстрация и сертификация будет произведена уже в Минске осенью следующего года, в 2016 году. И самая главная миссия – это безопасность человека. Мы создаем действительно транспортную услугу, которой в будущем будут пользоваться миллионы людей. И многие исследования мировых экспертов, а также очень серьезных макроэкономистов и геополитиков Российской Федерации, как Михаил Делягин и другие. То есть этот человек присутствовал на нашей первой конференции для крупных инвесторов, на которой люди приняли решение поддержать эту технологию на более чем 100 тысяч пунктов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...